На выбор профессии этого мужчины повлияла звучная фамилия. Никулин Игорь. Он стал не просто артистом, а режиссером. Игорь Никулин работает в Гродно на главных городских праздниках. И дело не в том, что он постоянный гость мероприятий, а в том, что он их создает. Недели, даже месяцы подготовки, много вложенных сил и переживаний за каждую деталь. А испортить все может погода и стать чуть ли не единственным гостем. Так и вышло в этом году с Днем Города. Режиссер должен уметь работать со всеми коллективами во всех условиях. Нет такого, что с этим коллективом мне легче работать, с этим мне труднее, надо со всеми одинаково. Плюс надо все коллективы настраивать абсолютно на любые, в частности, погодные условия, на временные условия. Кому-то приходится ночью вообще выступать, тем, кто ближе к десяти выступает. И умение убедить коллектив, что именно им это и нужно, это искусство. На самом деле большое, сложное искусство. Если режиссер организовывает весь процесс, то эстетическое удовольствие дарят непременно артисты. Во многом от их любви к своему делу зависит энергетика и атмосфера концертов. К примеру, музыкального театра «Рада» ее столько, что больше десяти лет назад Степан Ясюкевич, будучи зрителем, на их концерте понял, что хочет быть в их составе. Пришел на кастинг, и вот он артист театра. В канун праздника его еще и наградили за вклад в развитие культуры. Должны гореть глаза. И должно быть желание, дикое желание работать. Тогда обязательно все получится. Потому что зачастую бывает, что кажется, вот со сцены смотришь, все легко и все просто. У нас, конечно, готовят учреждения образования, специалистов. Но это школа, это только базовые какие-то знания. Это как научили читать ребенка в школе. А все остальное приобретается путем работы в профессиональном коллективе. С хореографом, с постановщиком, с режиссером. Более 7 тысяч человек в нашей области заняты в сфере культуры. Их профессионализм отмечается и на высшем государственном уровне. Благодаря им Гродненская область отличается количеством, а главное, качеством проведения массовых мероприятий от прочих регионов страны и даже столицы. На протяжении многих лет визитной карточкой нашего города были фестиваль национальных культур, фестиваль уличного искусства, концерты на балконе и многие другие. В 8 учреждениях культуры города Гродно работает более 750 человек. 750 личностей, я бы сказал, творческих, креативных, интересных профессионалов своего дела. Эти люди на протяжении всего года проводят десятки, сотни мероприятий, делают праздник для горожан, мероприятиях звучных, уже известных не только в городе Гродно. Многие культурные мероприятия принесены или отменены из-за пандемии. Эта сфера, впрочем, как и другие, сильно пострадала, но все-таки некоторые праздники удается провести. Иногда в другом формате, в онлайн, но все же они случаются. Улица Советская часто принимает артистов и не только во время городских мероприятий. Это любимое место уличных музыкантов, художников, мастеров и всех любителей искусства. И самое главное, их объединяет одно – это общая история, которая начинается, несомненно, с большой любви к творчеству. Кроме развлечения, большая работа проводится и по сохранению и приумножению культурного наследия. Это реконструкция старого замка, бывшего здания городского архива, дворца текстильщиков, открытие музеев и создание уникальных культурных проектов. Словом, целей много, и желание их достигать у людей есть. Яна Миличенко, Андрей Шиповалов, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова